Представьте, у вас закончила зарядка на телефоне, нет денег на проезд или куда серьезнее. Вы поссорились с родителями, решили уйти из дома. И вот вы оказались на улице без денег и связи. Сегодня мы решили проверить астраханцев на отзывчивость. На улице плюс 13. Солнечно. Но в такую осеннюю погоду заплаканная девушка без верхней одежды и с размазанной тушью привлекает внимание прохожих. У Валерии, участницы нашего эксперимента, сегодня один сценарий. Муж приревновал, поругались, решила уйти из дома. Через пару минут Лера снимет пальто и отправится на первую локацию. Остановка «Татар-базар». Обед. Люди оборачиваются, смотрят, но никому не интересно, в чем причина такого поведения одинокой девушки. Уже на следующей остановке напротив госуниверситета. К Лере подошла первая женщина – кондуктор автобуса. Из дома ушла, с мужем поругалась. Леру жалели, ей сочувствовали, предлагали воды и денег на проезд. Но только женщины. Первого мужчину в эксперименте мы ждали около часа. На остановке жил городок, он предложил свою помощь. Я рядом здесь живу, тушь потекла, плачу. Чисто субъективно, мне кажется, мужчины, особенно молодой человек, хотели познакомиться больше. Воспользовавшись какой-то ситуацией, что девушка расстроена, сейчас познакомлюсь. А женщины больше искренне основывались на свой жизненный опыт, старались дать совет, отправить к маме, к подружке, отправить в магазин погреться. Ну, как тут мне показалось, что женщина более отзывчивая. За два часа, что длился эксперимент, девушке предложили помощь десятке прохожих. Вот эта ситуация случилась, можно дать позвонить? У меня нет телефона. Нет. Другой участнице эксперимента предстояло просто попросить телефон для звонка маме, растрепанной, без макияжа, в чужой куртке. По легенде, у Татьяны сел телефон. Извините, пожалуйста, у вас можно будет позвонить. Из десяти только три человека дали телефон позвонить. И то с недоверием, буквально не выпуская мобильный из рук. Алло, мам, это Таня. Мам, я этот, как он называется, у меня телефон вообще просто разрядился, я не знаю, что с ним делать, у меня просто сломался уже. Я стою у призыва. Пожалуйста, скажи папе, чтобы он за мной заехал. Чуть позже, приодевшись, с вечерним макияжем и в короткой юбке, шансов дозвониться стало в разы больше. Телефон доверяли в основном мужчины из десяти семь человек. Доверие у женщин подобный образ вызвал меньше. Тест на отзывчивость показал. В поступках астраханцы весьма избирательны и встречают по-прежнему по одежке. Но никто не застрахован от беды. Сел телефон, остался без денег и связи на улице, в родном или чужом городе. И тут надежда только на доброту, ведь для нее не нужно повода. Яна Бузычкина, Сергей Горянин, Центр новостей.